Кстати, вот наше заседание правления, которое Сергей Иванович Чернов, то информацию, которую вы хотите дать, деятельность и громадская права, вы не понимаете, что заседание, то, о чем вы хотите говорить, произошло 14 апреля. Кто интересуется этим, мы давно уже это обсудили. Я одну поправочку сразу или информацию даю о том, что неполная информация и не касается общественного совета, вы помните, в каком состоянии находился общественный совет в январе-феврале. Он был в стадии перехода из одной коденции в другую. Поэтому в достаточном объеме информации о нашей работе в кабинет министров поступить не могло. Все. Я напоминаю о регламенте. Я хочу проинформировать наше собрание о документе, который издано кабинетом министров 22 квитня 2013 года. То есть это свежий документ. В нем существует анализ того, как работали громадские рады и как работать не надо. Тут даны конкретные рекомендации. Я могу с гордостью сказать, что после того, как мы учредились во второй раз, я собрал все те ошибки, которые с моей точки зрения были, и направил их в соответствующие структуры кабинета министров. Вот. Я могу с гордостью сказать, что практически зеркально все здесь отражено. Я направил где-то около 8 страниц таким же шрифтом. Здесь 5. Я зачитываю основные положения из этого документа. Что? Что? Что считываю? Я попросил время, а не надо меня перебивать. Какое время вы попросили? Ну так я еще не исчерпал. Не говорите, что больше. Вот тут указаны проблемные вопросы, связанные с формированием идеальностью громадских рад. Первое. Громадские рады были сформированы без урахувания экспертного доступа потенциальных членов. Это вы все прекрасно знаете. Вот. Второе. Необнеженный киркистный склад громадских рад. Кабинет министра пришел к тому же выводу, что предлагал и я. Максимум 50 членов. Я об этом говорил на нашей учредительной конференции. Значит, предлагается дать организационному комитету право отбора и ограничить количество членов громадской рады. Следующий вопрос. Фактическая бездеятельность, действия инициативных групп еще предповедают за подготовку до проведения установщих сборов. То есть кабинет министра пришел к тому же мнению, что они практически бездействуют. Осуществлялось грубое администрирование со стороны чиновников управления внутренней политики. Это вы тоже все видели. Прямо с приглашением ОМОНа. И это практику кабинет министра посудил. Недостаточная эффективность работы громадских рад. Ну это видимо все-таки по материалам прошлой контенции сейчас хоть что-то делается. Но тем не менее кабинет министров считает, что в 2011-2012 году не працювала громадская рада, про Тернопольские и других адресациях. Ну про харьковскую часть ничего не сказано, потому что я в этом не написал. И главное, и главное, и главное, не достать на увагах органов Баконавчей Влады до взаимодействия в Майской праве. Я неоднократно говорил, что за два года хоть один чиновник уровня заместителя главы Харьковской администрации мог бы сюда появиться и побеседовать со всеми нами. И побеседовать со всеми нами. Какой выбор? Значит, насколько мне известно, к октябрю готовится милотный проект по переформатированию громадских рад. Для них выбираются конкретные области. Я не исключаю, что одной из таких областей будет Харьковская. И я думаю, что в октябре нас ожидают очень интересная работа. Спасибо. Значит, у меня есть информация. В том числе, я совершенно забыла и хотела при всех выразить благодарность опять Артему Коновалову. На той встрече, на расширенном заседании, с Сергеем Ивановичем, учитывая, что он является членом этого координатного совета, мы обсуждали этот вопрос. И этот же вопрос я поднимала. Любой чиновник, который приезжает, я это сказала Королевской, я это говорила на разных других встречах. И мы подготовили уже для Сергея Ивановича и дадим членам общественных советов, являющихся членами нашего общественного совета, которые представляют в Киеве его. Вот эти обобщенные предложения к внесению изменений, которые мы делали неоднократно, постанова 996, где мы все старые каденции, учитывая вот эти все негоразды и опыт, который нам подсказала жизнь двухлетняя. Сколько это страниц, Артем, получается, таблица? Сравнительно. Есть и 11, и 12. В разных форматах, и мы примем такое решение, и все передадим, потому что это тоже, это, кстати, очень быстрые контакты, я думаю, что в Харьковской области всегда прислушивались. Спасибо. Следующее предложение. Следующий вопрос в разном. Сотисово-соргубентом, они сказали какой-то другой, как глава руководителя управления. Пожалуйста, время, минутки, да. А-а-а. Игорь Медик, общественная организация, культура здоровья. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить всех, кто поддержал наш проект, связанный с написанием меморандума между общественными советами и профильными департаментами администрации. Это дает нам реальную возможность работать, создавать экспертные группы и реализовывать те инициативы, которые есть у общественного совета. Сейчас я хотел бы выступить с новым проектом. Называется он Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы науки и образования». В рамках данной конференции мы предлагаем, мы будем проводить круглые столы, мастер-классы и другие мероприятия. Я приглашаю всех присутствующих. Я прошу внести в перспективный план данное мероприятие. Поскольку я очень прошу его поддержать, поскольку все наши круглые столы, которые мы планировали принять, большинство мы планировали в структуре этой конференции. Мы имеем достаточно большой опыт проведения подобных конференций. Буквально 5 дней назад мы провели международную конференцию совместно с Национальным экономическим университетом, где присутствовало более 50 вузов из Украины и зарубежья. Потому я думаю, что мы можем данную инициативу предложить их департаменту образования и на эти приехать в основную администрацию. И совместно с ними наш совет, департамент и наша организация проведет подобную международную конференцию. Мы поддерживаем. Андрей Евгеньевич, у меня к вам вопрос. Я вот смотрю, с Артёмов, который курирует наш сайт. А почему вы не даете информацию? Ну, для того, чтобы дать информацию вообще. Мы должны их усердить на общественном совете сначала. Кто? Поддержание. Их программу вынести на президиум, чтобы другие комитеты приняли участие, а не только они. У нас тоже есть на работу, ты чего, мы готовы принять. А почему вы это уже не даете? Сюда. Вопрос, пожалуйста. Спасибо, что вы зарабатываете. Это же это. Спасибо. Я прошу вас, что я не запрещу. День, ровная минута, по выполнению перспективного плана. Я прошу минуту, послушайте. Я с просьбой хочу обратиться к обслуживанию. Внимание. Вот у нас перспективный столбик мониторит проконание законов Украины, продавление административных воздухов. Их анализ, и анализ супруги в дальних воздухах. Каждый из вас сталкивается с тем, что ему нужно получить какое-то разрешение, какую-то справку. День, ровная минута, 29 мая, скажите конкретно для всех. Что будет проводить Ольга Семеновна в этом плане? Нет, Ольга Семеновна будет, но она сама и объявит. Просто я прошу вас всех. Каждый из вас где-то столкнулся с какой-то послой, которую вы считаете, ну, скажем так, некорректной, неправильной, которую уже надо отменить. Я вас прошу, через руководство комитета, через руководство Громадской Рады, передайте, пожалуйста, эту информацию. Мы ее собираем, обобщаем. В октябре месяце будет заседание антимонопольного комитета с участием президента Украины. Мы тут предложены, и мы весь этот список будем туда выносить. И все те послуги, которые окажутся, будут признаны ненужными, лишними, нагружающими, унижающими людей, будут отменены. И это что? Ну, в принципе, все это, потому что предприниматели. Вот, поэтому я, как член Громадского Рады и Комитета, внес это предложение, оно включено сюда в план. Я обращаюсь к вам на всем с просьбой помочь и поддержать, потому что это интересно каждый раз. Спасибо. Спасибо. Следующая информация в разном. Значит, скажите, пожалуйста, у меня конференция у нас в руке, да? У меня, давайте, давайте. Значит, у меня продано. Следующая информация такая. 30.05. состоится видеоконференция, там же в Академии госуправления результаты проведения ремонтных работ на дорогах Украины возможно будут желающие автомобилисты. Кто желает принять участие, сообщить, как вас к Валентине Васильевне по нашему рабочему телефону Рады 757-328. Но говоря о этом, подождите, я хочу обратиться ко всем. Лучше не давайте согласия, не называйте фамилии. И не успокаивайте нас, потому что получается некрасиво. Вы даете фамилии, обещаете о том, что члены комитета или кто-то еще, активисты, какой-то проблемы будут у нас на этой видеоконференции и не приходят. Просьбу лучше не называйте вообще фамилии. Все видеоконференции, которые будут, план есть, этот, если кто-то больше, кого-то работает зрительно, память печатно, можно взять Валентина Васильевна на сайте Управления внутренней политики. Еще подарок будет. Там это есть. У кого еще есть в разном вопросе? Можно объявление? Можно объявление? Уважаемые гостиницы, 6 июня этого года правление Хайковской областной организации Центрой журналистов Проводит День журналиста Украины как массовый всенародный праздник. Проводится он будет в Каткадном сквере. Будет каша и то, что положено будет каша. Мы приглашаем всех. И будем рады всех поздравить. Спасибо. Пожалуйста, я что, последний вопрос. Планино перспективного развития от 6-4. Планино перспективного развития. Пункт номер 44. Кто-нибудь может прокомментировать, что это зло? Погодите, пожалуйста, я объявляю собрание закрыто. Спасибо. Что непонятно, подойдите. Пункт 44. Здесь проявлен интерес в Службе Безопасности Украины. Что такое свинья сейчас? За всему час.